...обавление 742 миллиметра ртутного столба, относительная влажность воздуха 92 процента. 10 минут. Передачу «Снова пляшущие человечки» ведет автор, журналист Ирина Иорш. Ровно месяц назад, уважаемые радиослушатели, мы с вами побывали в пляшущем королевстве, на танцплощадке Центрального парка культуры и отдыха имени Маяковского в Свердловске. И сразу же в редакцию пошли письма. Нам рассказывали о танцплощадках Свердловская Нижнего Тагила, Каменско-Уральского и Тавды приглашали в гости корреспондента. Подкупала горячая заинтересованность, желание привлечь внимание к проблемам культурного отдыха. Подкупала искренняя забота о нравственной и физической красоте нашей молодежи. Если мы хотим, чтобы наши танцплощадки, клубы стали очагом культуры, мы должны привлечь туда высококвалифицированных специалистов. С.Д. Платонов. Современная молодежь скоро совсем разучится танцевать. Кроме шейка они ничего не могут. Прививать надо вкусы в танцах. Масленникова Надежда Александровна Тавдар. Говорят, что танцы отменяются из-за частого возникновения драк. Мы понимаем, что с хулиганством нужно бороться, но не таким же способом. Таня и Наташа Каменско-Уральский. Безусловно, редакция не смогла принять все ваши приглашения, товарищи. Но с некоторыми из названных в письмах танцплощадок мы решили познакомиться поближе. И вот, 12 июля, в субботний вечер, на танцплощадке отправились корреспонденты радио, члены нештатной редакции, студенты, комсомольские работники, рабочие. Нижний Тагил, 12 июля. С парком имени Бундина в Нижнем Тагиле у меня связаны самые светлые воспоминания. Косые лучи солнца, пробиваясь с запада, из-за лысой горы отражаются в зеркале пруда и отбрасывают длинные узкие тени от стройных сосновых стволов. Медленно колышутся кабинки колеса обозрения. Застыли у воды силуэты влюбленных. Под руками дышкалят, вздымаются вверх замки из песка. А над всем этим великолепием плывут звуки духового оркестра. Кажется, медленный вальс рождается прямо здесь, в беседке, в медных извилых трубах. И как круги по воде растекаются во все уголки парка, рождая теплую, чистую радость. И вот спустя много лет снова Тагил, снова парк имени Бондина, снова вальс. Правда, звучание, вот я бы сказала, мягко говоря, мы не будем опережать события. Вот и танцплощадка. Любители танцев в возрасте от 14 до 18 лет не спеша приобретают билеты, профильтровываясь через заслон в виде контролершей решетки трехметровой высоты. Проникаем внутрь. Где-то в центре площадки скопились танцующие. Лица непроницаемые, ноги отплясывают так называемую шейками. В шейке тоже нужно не танцевать. Первый интервью со студентом индустриального техникума Александром Луганом. Скажи, а тебя нравится здесь на танцах? Да нормально, нравится. А какие ты танцы любишь танцевать? Шейк. А еще какие ты танцуешь? Танго. А почему именно эти два танца будут? Потому что вас не умеют. Современная молодежь скоро совсем разучится танцевать. Кроме шейка они ничего не могут. Прививать надо вкусы в танцах. Масленникова Надежда Александровна. Тавдат. Где же учиться и вальсу, и красивому шейку, раз уж его ритмы пришлись по душе нашей молодежи? Кто должен учить? И почему бы не делать это на танцплощадке? Скажем сразу, что проблема порядка, которая так взволновала нас, когда речь шла о парке Маяковского, здесь в какой-то мере решена. Силами лейтенанта Приходько из Ленинского райотдела милиции Нижнего Тагила. Но не пора ли вступить на вторую ступеньку? Где-то по перине трутанц-веранды вдоль скамеек бродит распорядитель вечера. Толик. Так его здесь зовут. Основная работа Толика – электрик на стадионе строитель. Здесь он по совместительству на полставки. Распорядителя можно опознать по головоломке. Металлическим кольцем, которые он с непостижимым искусством разнимает и собирает. Кто разнимет кольца, получит контрамарку лутанцы. Охотников до контрамарок много, но кольца подчиняется только самому Толику. Знакомую с укротителем головоломки поближе. Меня зовут Воеводов Анатолий, распорядитель танцев парка Бондина. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, танцы у вас организованы достаточно хорошо на площадке? Танцы у нас организованы достаточно хорошо, но масса, по-моему, не для этих танцев. Они недовольны нами. Ребята, да? Да. А что они хотят? Им нужно шейк, шейк, шейк. А у нас репертуар, это, ну, хороший-то вальс, это танго, это босунова, шейк. Ну, у нас шейк, это два-три, это в отделении. Оркестр уходит на отдых, и распорядитель спешит к микрофону. Гвоздь программы, аукцион. Победителю опять-таки обещана контрамарка. Разыгрываются песни советских авторов. Итак, раз, два, кто больше, танцующий явно подсмеивается над бедным Толиком. Придумывает несуществующие в природе слова, несуществующих песен, Толик принимает все за чистую монету. И снова шейк. И так, танцующий явно подсмеивается над бедным Толиком. Танц-площадка на лицо. Оркестр играет. Массовик. Хруть омирный. Почему же все-таки слово «скучно» все мелькает и мелькает в нашем разговоре с танцующими? Наверное, потому что юным хозяевам танц-площадки хочется танцевать вовсе не один шейк. Надо уметь предлагать. Может быть, потому что один вечер еще можно убить на головоломке, но все лето не многовато ли. В общем-то, человек имеет еще другую профессию и не обязан быть балетмейстером-хореографом или даже душой танц-площадки на полставке. В городском отделе культуры мы пытались поговорить на эту тему, но разговор почему-то все время сворачивал в сторону выполнения финансового плана танц-веранды. В сложных экономических выкладках личность культработника прямо-таки утонула. Мы поняли, что с кадрами подобного профиля трудно. Мы не поняли, почему бы вместе с комсомольскими работниками не поискать выхода. Обратиться к будущим педагогам в Нижне-Тагильский педагогический институт, на факультеты общественных профессий, обратиться к самим любителям. Давайте вместе превращать танцевальные вечера в вечера красоты и радости. 12 июля, Свердловск. Говорят, что танцы отменяются из-за частого возникновения драк. Мы понимаем, что с хулиганством нужно бороться, но не таким же способом. Таня и Наташа, Каменск-Уральский. А есть ли танц-площадки? Оказывается, этот вопрос стал злободневным в летние вечера. Казалось бы, самой природой созданных для танцевальных мелодий. Ищем. Обращаемся в Дум художественной самодеятельности. И нам после некоторых сомнений рекомендуют посетить вечер отдыха молодежи в одном из лучших дворцов имени 50-летия Октября на Химаше. Туда и отправляются студенты университета Сергей Бусько, Евгений Варенцов и журналист Сергей Маргулис. Дворец культуры встретил нас благоговейной тишиной. Казалось, блестящие половицы с благодарностью воспринимают каждый шаг человека. Дворец закрыт на летние каникулы, как проинформировала нас вахтерша. Танцы переместились в заводской парк. Идем туда. Танцплощадка в парке погружена в вечернюю истому. Посапают на скамейках бабушки с колясками. Мурлычет на дереве репродуктор. Мы разыскали хозяйку этой идиллии. Шпанькова Дина Георгиевна. Должность моя просто кладощик. Но я сейчас летом исполняю обязанности. Как бригадира старшего. Значит, у нас что здесь? У нас здесь мамаши с колясками приходят. Колясочку тут же поставят и слушают. Тут как отдых. А не так, как специальная танцплощадка. А просто отдых. Приходят и слушают мелодии. Надо нам, обязательно надо танцплощадку. Молодежь просто требует. Они вот позапрошлое воскресенье приходили. Мы будем жаловаться, мы будем писать. Комсомольцы завода нашего. Должны где-то ведь и не отдыхать молодежь. Потому что сейчас в дворце танцов нет. И все сюда собираются. А вот тебе и раз. Танцы, где вы? Что же делать Валям, Галям и Наташам, которые, несмотря ни на что, хотят танцевать? Не нашли ли у нас некоторые руководители самый легкий путь? Чем ломать голову над организацией танцевального отдыха? Прикроем танцплощадки и все. Ведь сообщили вам из Каменско-Уральского, что в тот вечер 12 июля в городе не работала ни одна танцевальная площадка. Парк имени Маяковского. Здесь снова побывал наш корреспондент. Изменилось ли в парке что-нибудь после нашего филитона? После грустных фактов, о которых мы сообщали месяц назад. Парк встречает нас манящими танцевальными мелодиями. Что ж, несомненный прогресс, здесь появился оркестр. Толпится указ «Танцевальное общество». Ни танцующие, ни трезвые спешат освободить территорию. Отвечающих за порядок на этот раз больше, такой же пропорции увеличился и сам порядок. Но, честно говоря, атмосфера оставляет пока желать лучшего. Правда, мы не надеялись, что наш филитон мгновенно решит все танцевальные проблемы. Но сегодня мы, дорогие слушатели, тех, кого волнуют проблемы отдыха нашего молодого поколения, мы уже можем рассказать вам о планах, что должны изменить устав пляшущего общества. При парке намечено организовать школу бальных танцев, руководство которой доверено одному из лучших свердновских руководителей, Борису Фомичу Шевелеву. Более того, парк Маяковского вспомнил, наконец, что он зовется Центральным парком культуры и отдыха. Танцеверанда нашего главного парка должна стать учебной аудиторией специальной школы дирижеров-распорядителей танцев по программе прибалтийских балетмейстеров бального танца. Вот только не остались бы эти блестящие планы на бумаге. КОНЕЦ Пусть снова звучит заветный варьс. Ваш танец, который есть или должен быть у каждого. Как воспоминания юности, мечты. Давайте сделаем все, что было у каждого. И тогда, наконец, мы вернемся к первоначальной цели наших велитонов. К разговору о танцах. Какими им быть? И сможем поговорить об этом без помех. Танцы вечно будут с нами, так же, как музыка и стихи. КОНЕЦ На сегодняшней передаче работали журналисты Ирина Риош, Елена Рыжкова, Сергей Маргулис, оператор Наталья Патрушева, звукорежиссер Александр Бочкарев. Мы благодарны всем, кто прислал нам письма о работе танцплощадок, об очень важных проблемах досуга. Мы благодарим товарищей Лиценко, Гордеева и Платонова из Свердловска, Павлову и Шахову из Нижнего Тагила, Петрова из Каменского-Уральского, Масленникову из Тавды и многих других. Письма внимательно изучаются. Пишите нам еще, подсказывайте новые темы. Мы обязательно возвратимся к вопросам, о которых говорили сегодня. А сейчас запишите на ваши магнитофоны танцевальную музыку. Играет музыка. КОНЕЦ 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова